Прежде всего, полайкайте эфир, пожалуйста, потому что благословить людей, но полайкайте эфир для того, чтобы больше людей было вовлечено. Один лайк, десять вовлеченных, и тем паче, что когда такие интересные эфиры про фронт от тех, кто безусловно сидят в окопе, им есть что рассказать. И это как раз в той выпаде, когда нужно максимально большие количество людей про это рассказать. Вопрос вот такой. Спросите, пожалуйста, Петра насчет его ощущения наших перспектив на фронте. Ну все это спрашивают. Вот Кирилл правильно вчера сказал, не вчера, позавчера сказал, что я вам тут планы какие-то рассказать буду, потому что я солдат. Я могу сказать только то, что я чувствую, какие настроения, какие слухи ходят. Вот эта сама атмосфера. Я думаю, что, знаете, как в России, там, Пет в России больше, чем Пет, так, напевно, в Украинске солдат больше, чем солдат. Потому что традиция добровольных батальоней, традиция, взагалі, напевно, там, козацьких частей, вона предбачает от людей, которая занимается військовой справой, чтобы ориентироваться в том, что деякие олигархи, деякие геополитические расклады и так далее, потому что это питание виживания. Нещедавно я рефлексировал на эту тему. В Дмитра Карчинского была теза, что мы нащадки ледачих племен, потому что более активные на кшталт охоте, которые пошли дальше на Захид. Сейчас я с ними не согласен. Я думаю, что всякие племена, которые втекали дальше на Захид, просто боялись воювать и втекли. Это тоже был их выбор. А тут остались те, кто больше воювали. И достаточно посмотреть списки каких-то воинов, которые проявили себя непогано, что в часы Второй войны, что в часы Первой войны украинцев там будет очень много. И снова таки, мисления в них мали бы быть историческими и политическими. Иначе бы просто все эти жерновые истории их разговаривали еще больше. В Червоной армии 20% были украинцы. Если посмотреть командный склад, то легко побачить, что украинцы действительно выдвигали велику роль и в Червоной армии, и в царской армии. И когда в 18-м веке Екатерина Гетьманщина забирала под Российскую империю, то как раз вся эта украинская шляхта была инкорпирована в войсковую структуру Российской империи и очень эффективно ими использовалась. Мы были как шотландцы. Это то, что у нас не любят сказать, но фактически мы выполнили такую же функцию. Так, подивись навіть географично. Если в России в тебе есть возможность быть где-то на окраине империи, и тебя там никуда не завербуют, то тут, в принципе, если какой-то такой замес исторический, то вся территория воюет.